Великобритания Вітаю вас, мої любі глядачі. Ми знову в Корабельному районі і знову в Палаці культури Корабельний, адже тут багато дитячих колективів та талановитих дітей. Сьогодні ми знайомимося з учасниками студії естрадного вокалу «Звізда». Все починалось з церкви. Будучи студенткою музикального училища, я потрапляю в церковь, де я вирішила, що я маю навчитися добре піти по нотам. І от в хорі, в церковному, коли ми піли, взрослі, пропонували створити дітський хор. Пропонували створити дітський хор, вроді нашли людина, все прекрасно, замечательно, але в якийсь момент людина відмовляється. Ну і спрашиває, хто хоче. Я взагалі не збиралася, але сказала, я хочу. З того часу Світлана Миколаївна пройшла давній, але цікавий шлях саморозвитку. Працювала не в одному колективі. Як-то кажуть, набиралася досвіду. П'ять років тому бажання творити підштовхнуло до нового кроку – створення власного колективу. Приходить молодий перспективний директор. Я к нему подхожу, я бы хотела. Он говорит, у меня ставки как таковой нет, но если хочешь сильно. Если сильно хотите, пожалуйста, берите на хозрасчёте. Я пишу объявление, и вы знаете, пришло очень много деток. Правда, много деток пришло, но я ж кинулась отбирать сразу. После долгих годів учёбы я поняла, что ребёнок должен хорошо слышать суть происходящая, хорошо улавливать и быть обучаемым. Обучаемость тоже не сразу это понимаешь, потому что, когда приходят маленькие детки, тяжело понять, какой он будет через три года, четыре, пять, а через десять вообще просто невозможно прогнозировать. Но есть такие яркие детки, которые вот он вошёл, например, он начал говорить. Ты уже понимаешь, уже петь даже можно, чтобы он не пел. Всё, ты понимаешь, что всё и так прекрасно. Одною из неяскравейших зірочок этого коллектива стал Павло. Еще в дошкельном веке хлопчика привела вчитися мистецтву співу мама. Мы начинали петь, нам не всё просто давалось. И вот он пришёл, говорит, я хочу, буду петь сразу, Гришу Лепса. Всё. Говорю, что как ты будешь петь сразу, Гришу Лепса? Мы же ничего не знаем, ничего не умеем. Нет, я буду петь Гришу Лепса. Петь – это очень здорово. Давать интервью, автографы, быть певцом, выступать на сценах – это очень интересно. Ну, быть знаменитым. Я всегда мечтал хорошо научиться петь, чтобы чётко и внятно проговаривать слово. Ну, я хочу петь, как Гриша Лепс, так круто, громко. Ну, потому что быть певцом – это очень интересно. Откуда ты знаешь? Ну, потому что я уже почти певец учу со Светланой Николаевной. Разные песни. Павел Коновалов, он у меня просто звезда. Он, это ребёнок, с этим набором качеств нужно родиться. Он яркий, он динамичный, он непосредственный. И он всегда, вот как это ни странно, генератор идей. Для своей группы все идеи, говорит он. То есть он сидит, мы там учим какую-то песню, там какой-то момент у нас не получается. И тут в этот момент, тадам, делает. Я говорю, о, точно, мы оставим этот тадам. Официйно на базе Палацу культуры студия эстрадного вокала функционует другий рик. Дом культуры, бывший дом культуры, берут на ставку дворца. И тогда уже директор звонит мне и говорит, ну что там, вы готовы? Мы вам готовы дать ставку, вы готовы? В нашем дворце было много хореографов. Есть даже цирковая студия, но совершенно нет вокалистов. Вот совершенно нет вокалистов. То есть мы там себе попробовали, детки пришли, мы позанимались. Но как бы мы же там где-то там, как бы аматорский коллектив, мы там себе сами. И мы не являемся как бы, мы просто арендуем помещение, все. То есть мы не есть частью коллектива, там где-то. И вот он говорит, ну нам нужен вокальный коллектив, давайте. Я говорю, ну давайте. Он говорит, вы себе название придумали. Я говорю, ну у нас скромное название. Он какое? Я говорю, звезда. Он говорит, ну понятно. Я так понимаю, что звезд будет много. Я говорю, будет много. Будет звезд много. Очень тяжело было найти себе хореографа, потому что у нас работа специфическая. Детки, помимо того, что они должны двигаться на сцене, то есть это даже больше не танец. Это больше движение в определенном ритме, в определенном стиле. Они должны еще и петь. И это все должно происходить вживую. И как мы это будем делать? То есть нужна постоянная, бесконечная работа с техническими приборами. С микрофонами, с прищепками. То есть все, что у нас есть, все должно происходить. И все должно происходить на сцене. Така Люда и назначилась зовсим поруч. В цей клопотке и работе коллективу допомагает Светлана Чабан. Керевник зразкового ансамблю танцев – водограй. Важно научить детям красиво вести себя на сцене, держать себя на сцене. Чтобы у них была красивая осанка. Чтобы они могли красиво открывать руки, когда они поют. И что-то нужно показывать в песне. Чтобы они могли правильно еще дышать. Поэтому больше времени мы, конечно, уделяем на дыхание в движении. Погодьтеся, не так это уже и просто. А особенно, когда спеваешь в коллективе. Адже рухи мають бути не хаотичні, а злагоджені. До того ж, повинні доповнювати текст. Мы были малярами. А какие маляры? Это художники, они разукрашивают все. Потому что если бы мы были не цветные, то мы же должны быть цветные, если мы все разукрашиваем. А как ты думаешь, что ты разукрашиваешь, если ты зеленая? Траву. Траву. А еще что? Солнце. Я разукрашиваю небо и цветочки. Я разукрашиваю воду и мак. То есть мы с ними стоим у одного станка, мы с ними общаемся как профессорско-преподавательский состав консерватории, как минимум. Мы разговариваем на одном языке, мы учим терминологию, сразу учим. То есть они сразу пришли, они маленькие. Я говорю, это диафрагма. Они рассказывают о шаре, который там прячется внизу живота. Мы разговариваем так, как это положено. Потому что через год, через два я понимаю, что нам ехать на конкурс. Если не на конкурсе, будут прекрасно петь, прекрасно двигаться, то грошится на нам, если мы еще не умеем красиво разговаривать. Правильно разговаривать. А теперь давайте надуем наш шарик и задержим дыхание. Только надуем его очень быстро. И держим дыхание там. Два, три, четыре, пять. Вдыхаем. Устали? Да. Нет, не устали. Хорошо. Давайте начнем заниматься разминкой наших мышц, помощников, которые помогают нам в крепении. Давайте вспомним, кто нам помогает в крепении. Бубки, бубки и дичок. И горшка. И горшка. Горшка, как по-другому по-взрослому называется? Гар? Гарань. Это же, наверное, молодежь, что знают? Гарань. А здесь кто живет у нас? Дима. Я в праву. Кожну в праву діти сприймають, как гру. Тому заняттям больше схоже на коллективную развагу. Тільки тут ви можете дізнатися, який на смак язичок. Ммм, мне вот эта сторона вкуснее. Мне вот эта сторона вкуснее. Я не так чувствовала моё любимое видео. Замечательно. Не, не так. А тепер переходимо до вивчення музичного твору. Пам! Рам! Пам! Миколаев зонує до нас. В другую сторону. Раз, не развернулись. Раз. Пошли. Дву мишки. Куда? Раз, вот и Маша. Відомою співачкою мріє стати Вікторія. Вона займається шести років і вже не боїться сцени. Маленька зірочка завжди у центрі уваги. Пошка, да? Пошка, да? Пошка, да? Я уже давала однажды интервью і выступала на сцені много раз. Всегда, когда я, когда бывают в школе концерты, то меня приглашают. Пошка, да? 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 А, а? Пошка, да? 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 Пошка, да?